На архивных видеокадрах киножурнала «Советская Карелия» 5 сентября 1961 года. Тогда в Петрозаводске было торжественно открыто тороллейбусное сообщение. С тех пор, за почти 60 лет существования одной из самых северных систем городского электротранспорта, она полностью не останавливалась на такое длительное время. 50 дней простоя – это произошло в наше мирное время из-за угрозы новой инфекции. Но сегодня на линию вернулись 46 троллейбусов. Они работали на всех маршрутах Петрозаводска. А для того, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, предприняты специальные меры. К обычному предрейсовому осмотру сегодня прибавилось измерение температуры тела. Водители и кондукторов допускают к работе только в хорошем самочувствии, без признаков простуды. Для машин обязательная дезинфекция салона. Каждый день не менее двух раз в сутки производится дезинфекция салонов транспортных средств. То есть в ночное время все троллейбусы, которые с линии приходят, они обрабатываются при помощи специальных дезинфицирующих средств. Также в течение дня на конечных станциях проводится тоже дезинфекция уже вручном, ручными средствами, то есть ручные распылители и салфетки. Для обеспечения безопасности количество пассажиров в троллейбусе ограничили количеством мест в салоне. На сидениях информация о необходимости соблюдения социальной дистанции. Пассажиры могут воспользоваться антисептиками. Ходить в салон необходимо в средствах индивидуальной защиты. При оплате принимаются наличные, но рекомендуют использовать бесконтактную форму расчета. В таких условиях кондуктор Ольга Аятьева уже отработала полсмены. Признается, дома сидеть устала, как и многие горожане. Рады очень, что мы выехали. Говорят, вы выехали, так здорово. Вот сегодня женщина ехала, говорит, очень здорово, что выехали. Как бы рады очень. Слава Богу, да, да, в троллейбусы пошли, конечно, хорошо. Сегодня пассажиров троллейбуса было совсем немного, говорят сотрудники. За рейс в среднем 25-30 человек. Снижение пассажиропотока отмечается всегда в это время, даже без карантина. Поэтому с 19 мая городской транспорт в Петрозаводске начинает работать по летнему расписанию с большими интервалами и меньшим количеством машин. Светлана Воробьева, Стас Шведов, Служба новостей.